Добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение» и сегодня мы поговорим о том, как влияет вареная и сырая пища на организм человека. Но начнем с тяжелой артиллерии, потому что многие сыроеды выказывают желание есть сырое мясо и сырую рыбу, мотивируя это тем, что ну вроде бы это сырое и просто брать это как-то мариновать, там что-то еще с этим делать, высушивать, вымачивать и употреблять. Давайте разбираться. Проведен опыт, что если мы погрузим два кусочка мяса, один сырой, другой вареный, одинакового веса в кислую среду, то есть в желудочный сок, мы увидим полное растворение только через сутки сырого мяса и через трое суток вареного мяса. Это показательный пример того, что это не физиологичная для нас пища, то есть тут одним желудочным соком не отделываешься. И здесь еще должны быть специальные среды внутри нашего кишечника, которых нет, потому что наш кишечник, он очень сильно отличается от кишечника хищников, то есть человек не хищник физиологически, поэтому тему сырого мяса и сырой рыбы мы закрываем. Теперь вопрос, как же быть с денатурированными овощами? Зачастую получается так, что денатурированные овощи перевариваются в нашем организме, внимание, 6-9 часов. 6-9. Представляете, то есть сколько времени этот хлам ползет по нашему ЖКТ и отравляет весь наш организм. И на виду этого сырая пища переваривается 2-3 часа. Ну то есть это уже колоссально и важно. Теперь давайте разбираться поэтапно. Вот когда, например, денатурированная пища попала к нам в желудок, мы знаем, что у нас между желудком и двенадцатиперстной кишкой есть сфиндер, но это привратник, то есть это круговая мышца, которая сокращается и когда произойдет работа определенная в желудке, она открывается и в пищу переходит двенадцатиперстный отдел кишечника. Но нужно знать, что в желудке кислотная среда, двенадцатиперстный отдел кишечника исключительно щелочная. И зачастую от объема пищи, от того, что просто уже долго телепается эта пища в желудке, да, то есть никак не может этот ком перевариться от того, что мы просто смешанную пищу не пережеванные. Под давлением все, весь этот ком идет двенадцатиперстную кишку. Что получается? Получается, что кислотная среда соединяется с щелочной, то есть они соединяются, никакой реакции двенадцатиперстной кишки не происходит, то есть переваривания нет. А вот дальше между двенадцатиперстным отделом кишечника и тонким кишечником тоже присутствует сфиндер, который открывается исключительно, когда щелочная среда, да, в двенадцатиперстной кишке. И получается, что двенадцатиперстный отдел кишечника, да, кишка двенадцатиперстная, это огромный могильник, в котором складываются просто тонны недопереваренных останков овощей и мяса, там, если кто на мясоедении, там еще то что-то. Вот, то есть там просто могильник. Как на своем теле обнаружить этот могильник? Пальпаций. То есть вы берете ручками и начинаете трогать свой животик, вот прям под желудочком, да, и находите прям участок твердый. То есть это как пища, которая не может ни назад, ни вперед пройти. Ну, назад понятно, потому что в желудок там при каких-то очень тяжелых ситуациях она пойдет. Вот. А дальше перевариться она не может. Соответственно, получается, что она там лежит и гниет. То есть вот так у нас выглядит пищеварение у тех, кто на вареноедении. Но это ладно было бы, да, если бы там просто кишечник, но страдают все остальные органы. Дело в том, что у нас поджелудочная железа тоже выделяет соки. Но из-за того, что 12-перстный отдел кишечника забит, да, а протоки именно поджелудочной железы выходят, 12-перстный отдел кишечника, а он забит, да, то есть протоки тоже забиваются. И у нас в итоге получается панкреатит. То есть вот вы должны понять, что панкреатит, это не просто вот там с неба упало, да, что-то. Это именно на основании того, что просто нет возможности поджелудочной железе выбросить сок. Дальше поехали. Помимо этого у нас еще существует печень, да, которая имеет тоже протоки. И тоже эти протоки выходят в 12-перстную кишку. На том же основании, что 12-перстная кишка забита до отказа, у нас желчи не поступает. А желчи у нас вообще жиры растворяют, да. Вот, и получается в итоге, что у нас помимо панкреатита еще и холецистит. Ну, то есть, ребята, это полная таз. И только потому, что этот могильник никоим образом не переходит, не растворяется, ничего с ним не сделает организм, потому что никак, ну, то есть нечем, да. Хотел бы соки туда впустить, но не может, потому что забит просто очень плотно. Эти соки по ободку, как бы, по стенкам что-то еще пытаются там омыть, но под вот этим вот огромным комом, да, вот под этим давлением там ничего не растворяется, ничего не пройдет. Вот, и у нас вот этот бред, да, вот с этим питанием неправильным, он длится просто веками. И непонятно, вот никак люди не могут вернуться к своему исконному питанию. Ну, хорошо, но мы-то же тоже не ангела, да, ладно, там мы не знали о том, что так все переваривается. Но вопрос, почему мы неправильно принимаем пищу? Про то, когда, как принимать пищу, я просто вот в прошлом видео рассказала, да, что у нас основанием является чувство голода. Но вот мы начинаем кушать, да, вот, например, вареный ед начинает кушать. Как он ест? То есть это зачастую вообще ничего не переваривает, ну, то есть не пережевывается. То есть куски вот какой-то пищи вот такими вот огромными комками падают в желудок. В итоге что происходит? Ладно, там продавливается это все, да, это все мы уже обсудили. Но когда вы едите и хорошо пережевываете, то количество еды, которая попала в рот, оно сопровождается определенным выделившимися соками, да, в организме. Если же вы не жуете, соков нет. Все. И получается, что даже нечем переварить, потому что вы неправильно жуете. Ну, хорошо, нечем так нечем. Но люди едят, да, и получается, что пища двигается вот продавливанием, то есть давлением. То есть вновь поступившая пища, она постоянно продавливает вот этот ком, который организовался в 12-перстной кишке, там в желудке все скопилось, ну, и как бы дальше, да, по кишечнику. И получается, что мы вообще вот ничего не получаем, наш организм у вареноедов ничего не получает. Никаких витаминов, микроэлементов, там, полинасищенных там жиров и так далее. Ничего не получает, потому что желчь никакие там жиры не растворила, ничего не получилось. Белки, углеводы все вместе кинули, все загнило. И постоянно голодная кровь, то есть в крови ничего нет. И постоянно хочется есть. И в итоге получается, что из-за голодной крови человек постоянно объедается, переедает. И получается замкнутый круг. То есть переедание рождает забитый кишечник, ну и плюс со всеми вытекающими особенностями пищеварения, да. И в итоге вот это пищеварение рождает опять переедание, потому что кровь голодная. Но это бы ладно, да, там кишечник, ну ладно, там касторка существует, магнезия, еще что-то там можно выпить. Но у нас же как? То есть если забит кишечник, у нас забивается все. У нас все фильтрующие органы забиваются. Первое забивается печень. Если печень забилась, значит грязная кровь. Головные боли, там проблемы с сердцем, вообще со всей сердечно-сосудистой системой проблемы начинаются. Дальше у нас забиваются почки. Ну понятно, это второй фильтрующий орган. То есть если забита печень, сразу забиваются почки. В итоге получается, что ну как бы нечем фильтровать, да. У нас сразу, мгновенно забивается селезенка и легкие. Селезенка если забилась, значит у нас кровотворная функция вообще нарушена. То есть у нас нет нормальных вообще кровяных телец, у нас ничего нет. То есть человек стареет, впадает постепенно в маразмы и в забвение. Поэтому, дорогие мои, вот питание это ежедневный ритуал, который если вы правильно исполняете, у вас вообще никаких проблем не будет. То есть вы должны понять, что сыроедение позволяет избавиться вообще фактически от всех болезней. С ЖКТ, сердечно-сосудистой, там вообще лимфатическую систему свою, легкую можно почистить. Просто на основании того, что вы будете правильно питаться. Ну я думаю, что очень много информации наговорила. Подписывайтесь на мой канал Чаровное Сыроедение по ссылке под этим видео. Проходите в мой блог. Андрейка Алены. Приятного вам утра, обеда, завтрака. Если кто ужинает, то и ужина. Хорошего вам приятного пищеварения и крепкого здравия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...